Варвара подготовила вместе со своим коллективом два танца. Один про море, другой про Россию. На сцене она выступает уже давно, но возможность участвовать в концертной программе военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» ей выпала впервые. Я впервые, если честно. Ну, я думаю, это, во-первых, очень так ответственно, и это очень здорово, что мы все-таки попали на такое мероприятие. Битва за Мурманск – один из важнейших этапов Великой Отечественной. Не зря его называют «Вторым Сталинградом», ведь немцы совершили почти 800 авиационных налетов на город. Но он стал неприступной крепостью на севере и сразу же парализовал ударные силы врага. Это был незамерзающий порт на севере Европы, связанный железной дорогой с Ленинградом. Он занимал важное военно-стратистическое положение. Рядом находились основные базы военно-морского флота. Копия знамени Победы, медаль за оборону Советского Заполярья и офицерская фуражка военно-морского флота. В этот раз символы девятого этапа передали от Барвихинского теруправления Жаворонковскому. В наших школах, а у нас есть Жаворонковская школа, в которой три подразделения – это Ликинская, Перхушковская и Жаворонковская – занимаются очень много детей. И ведется патриотическое воспитание совместно с культурно-досуговым центром молодежной. Это очень важно. Салют Победе – это не просто концерт. Всю неделю в учебных учреждениях теруправления, которые принимают эстафету, проходят тематические уроки, выставки и патриотические акции. Я считаю, что этот проект главы Андрея Робертовича Иванова еще долго и долго будет рассказывать всем жителям Одинцовского городского округа. А к нам подключился город Руза, городской округ Руза и Власиха. И поэтому все будут вместе с нами изучать этих замечательных героев Великой Отечественной войны. Уже не первый год эстафета рассказывает о городах-героях и о людях, которые выстояли во времена войны. В 2024-м салюту Победе исполнится 10 лет. Екатерина Крамур, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.